Доброго времени суток, уважаемые зрители! Добро пожаловать на канал Садовые Посиделки. Канал посвященный всему, что касается озеленения квартиры садов. Меня зовут Александр Куронов. Итак, засучим рукава повыше и приступим! Сегодняшней гостью нашей садовой вечеринки является госпожа Франжи Пани, уроженка Таиланда, Вьетнама и других странах и узнобежья с подобным климатом. Франжи Пани – это не единственное название. Большинство цветоводов-любителей знают ее как Плюмерия. Плюмерия – это вид дерева, цветущего дерева, который цветет обычно ранней весной, после зимы. В наших условиях Плюмерия, как вы видите, тоже цветет, но ей нужно очень много солнца и тепла. В зимнее время света не хватает, и поэтому мы стараемся пододвинуть наше растение ближе к окну, чтобы оно получило наибольшее количество солнечных лучей. Но это всегда сказывается негативно на самом виде растения. Листья начинают желтеть, высыхать, как вы видите. Но на самом деле ничего страшного в этом нет. Плюмерия в своих местах произрастания на зиму в основном скидывает все листья и оставляет только чистый ствол, и только на нем выпускает цветоносы. Секрет Плюмерия заключается в том, что Плюмерия не ветвится после соесски, а ветвление происходит только после отцветания цветов. Если вы посмотрите на это растение, то что цветок еще не отцвел, а ствол уже начал выпускать молодые свежие побеги. На самом деле мое растение я привез из Вьетнама, сам лично срезал, пока никто не видит, потому что все-таки срез растений на территории отелей смотрится очень странно, и думаю, что это запрещено. Но желание сэкономить, не тратить деньги на растение, которое ты не видел живьем, как бы потолкнул меня сделать, и я срезал несколько ветвей с Плюмерией. На самом деле отдыхал я зимой, и поэтому, когда приехал обратно домой, столкнулся с тем вопросом, что укоренение Плюмерии тоже требует большого количества тепла. То, что растение в холодном климате может просто не укорениться и загнить. На самом деле все прошло благополучно, как вы видите. У меня сохранилось два отличных растения, но после зимовки оно вытянулось. Оно вытянулось, стало очень длинным. Если вы посмотрите, оно даже не вмещается, оно стоит ниже стола, потому что растение очень длинное, нуждается в опоре, что все-таки внешний вид растения все-таки должен быть эстетичным. Поэтому первое растение, которое у меня укоренилось, я все-таки решил обрезать. Обрезываю это растение, как бы сказать, очень барбарским способом, практически подходит. Люди пишут, что Плюмерии, Франжепани пускают в лучшем случае один боковой побег. То есть разветвление не получается. Но я заметил, что эта весна была очень солнечной, и почки боковые моего растения набухли. И я все-таки надеюсь, что месяц через два появятся новые побеги, и это растение разветлится. Но это будет намного позже, а сейчас я хочу поговорить все-таки об укоренении Плюмерии или Франжепани. На самом деле, обрезов, как вы видите, еще раз осталось у меня пять игольных столов. А это значит, что у меня есть пять нормальных ветвей для Плюмерии. Вот, это одно из них. Я уже его посадил, на укоренение поставил. Оно пока еще не сгнило, что меня очень радует. На самом деле, экспериментируя с укоренением Плюмерии, я заметил, что все-таки лучше после Саэски выдержать это растение 2-3 недели в сухом, прохладном месте, без воды, без всего. То есть Саэс должен полностью просохнуть. И только после этого мы ставим на 2-3 дня растение в емкость с водой. И при этом мы добавляем все-таки для улучшения корнеобразования любой корневин. Вот я использую этот корневин. Вы можете использовать любой доступный в ваших магазинах корневин. Только после этого, когда растение простоит в воде более 2-3 суток, тогда мы приступаем все-таки к его укоренению. Для того, чтобы растение укоренилось, я использую обычную пластиковую бутылку, полуторалитровую, из-под воды. Обрезаем верхушку, и у нас остается очень отличная емкость для того, чтобы посадить наше растение. Когда вы заказываете в интернете ствол франжепани, вам обычно присылают уже нормальной длины 40-50 см ствол. Но если вы сами захотите соездить, допустим, побывая где-то в южных странах, в Таиланде и в других подобных, вам нужно знать, что ствол для укоренения должен быть от 40-50 см, но не больше. И вот видите, это молодой ствол, он еще зеленый. Для того, чтобы растение укоренилось, ствол все-таки должен уже немножко потемнеть, чтобы укоренение прошло успешно. И так вы срезаете, будьте очень осторожны, потому что при срезке франжепани выделяет очень много сока, липкого на ощупь, и он очень ядовит, прилипает и портит вещи, падает на стол. Если вы не вытаете, то остаются пятна, он сильно очень въедается, и еще раз сказать, он очень ядовит. Потому что даже если, допустим, я отломаю лист, вот, не знаю, вида не видно, но появляется на срезе очень много вот этого белого сока, который течет и течет и течет бесконечно. И нужно быть очень осторожным. После срезки вы промываете ствол франжепани под проточной водой, пока не прекратится соковыделение. Вот только после этого кладете в прохладное, можно даже теплое, но сухое место, темное, для того, чтобы он отлежался, как я уже повторюсь, 2-3 недели. И только после этого нужно приступить к укоренению. Когда вы будете срезать, обязательно обратите внимание на то, что если вы срезаете растение, которое имеет разветвление, значит оно уже цвело. Если, как в моем случае, стоит просто прямая палка, значит это растение еще не цвело, и значит разветвление ждать вам придется очень долго. Потому что неизвестно, когда в ваших условиях оно соцветет. И все-таки лучше, даже когда вы покупаете, смотреть разветвленные. Рогатки, тройные, двойные разветвления. Потому что это будут наши новые ветки, и растение будет более кустистым, вот как в моем случае. Растение цвело уже после соеза ствола, цветоносные почки уже были заложены, и поэтому после цветения растение выпустило 2 ствола. Это очень важный факт, потому что всегда нужно определять, какое растение вы, допустим, покупаете, оно цвело, не цвело. Потому что выращенное семенами, оно зацветает на 4-5 год после прорастания. И все-таки хочется, чтобы оно было быстрее, потому что после соезки растение может свести на 1-2 год. Итак, для того, чтобы нам хорошо укоренить, я еще раз посмотрю, нам понадобится емкость, потом нам понадобится дейнаш. Я использую либо керамзит, который продается в любых магазинах, либо покупаю специальные камни, они более тяжелые. И труднее перевернуть нашу емкость с посаженным растением на пол, если у вас домашние животные, они не смахнут. Потому что и украинение, корни франджи пани очень тонкие, очень ломкие, и они могут легко сломаться, если растение упадет. После этого нам понадобится еще песок. Я, допустим, покупаю специально очень мелкий песок для шинши в зоомагазинах. И нам понадобится земля. Смешиваем землю с песком, примерно в пропорциях 1-2, потому что земля должна быть очень рассыпчатая. Землю я покупаю обычно для всех садовых культур, для цветочных, разницы в земле практически нет. В интернете очень много пишут, что при укоренении важна многослойность, но как опыт показывает, многослойность не нужна. Самое главное, чтобы были теплые условия, и не было сквозняков, и почва не закисала. Поливать нужно очень осторожно. После того, как вы наполните сначала емкость дренажем, дренаж обязательно, даже если вы не делаете дренажное отверстие, я, допустим, дренажное отверстие не делаю, сразу засыпаю слой дренажа. Но тут его очень плохо видно, но эта часть, вот примерно, занимает дренажный слой. Потом вы засыпаете землю, обязательно земля должна быть смочена. То есть вы берете пулевизатор, когда мешаете землю с песком, смачиваете из пулевизатора эту землю, потому что потом вам будет легче ее поливать, и земля не пересыхает. После того, как вы наполните емкость землей, берете ваш росток франжипани и засовываете примерно на 20-15 см, ну, у меня больше, потому что росток был очень длинный, и поэтому примерно вот это расстояние занимает он, засовываете прям землю, утрамбовываете и поливаете. Поливать надо не очень много, потому что франжипани без корней очень боится загнивания, как и само растение. После того, как вы полили, ставите на светлое, теплое место. Желательно укоренять все-таки весной, либо в начале лета, когда очень много солнца и тепла, потому что в зимнее время требуется все-таки подогрев горшка и самого растения. После того, как растение укоренится, вы увидите, чем удобно прозрачные емкости, вы увидите мелкие белые корешки внутри горшка. Но не торопитесь пересаживать. Убедитесь в том, что это растение хорошо укоренилось, потому что укореняется оно где-то месяца 2-3, в лучшем случае 2 месяца. После того, как вы удостоверитесь, что растение хорошо укоренилось, вы пересаживаете его в емкость. Вот, допустим, вот эта емкость горшка после 2-3 пересадки, потому что франжепани нужно пересаживать каждый год. Это растение очень, как я напомню, древовидное. Оно может достигать 8-6-7 метров длиной. И поэтому, все-таки, если вы хотите вырастить хорошее, высокое, красивое растение, горшок нужен все-таки большой. Вот, допустим, в этом растении оно укоренилось немного раньше, и поэтому горшок у него примерно в 2 раза больше. Вот, примерно вот такого диаметра. Это уже трехлетнее растение. После того, как вы пересадите плюмею в горшок, вы ставите его на самое солнечное окно. Плюмея не боится солнца. Прямых солнечных лучей для нее они даже полезны. Единственное, что после зимовки оно начинает все-таки вытягиваться, и поэтому лучше, если растение слишком высокое и наклоняет в сторону окна, лучше его привязывать, потому что вверх растущих растений всегда смотрится эффектнее и красивее. Вредители. Очень много вопросов возникает о вредителях, которые на франжипане. Несмотря на то, что сок ее ядовит, франжипане очень боится сухого воздуха. И поэтому на ней очень часто появляется паутинный клещ. Паутинный клещ на самом деле вывести сложно. Но если соблюдать меры безопасности, скажем так, то всегда можно от него защититься. Я использую, допустим, обычную воду. Каждое утро, когда в зимнее время, когда батареи, обогревательные элементы в нашем доме включены на полную, и воздух очень сухой, все-таки спасает только вода. Вот, допустим, у меня осталось от какой-то жидкости вот такой флакон. Наполняем его водой с распылителем. Утром и вечером спокойно распыляем на растения от верхушек и вниз. Стараясь, если у вас растение цветет, все-таки не попадая на цветы. Потому что цветы могут опасть. Опрыскиваем. И тогда возникновение паутинных клеща сводится к минимуму. Если все-таки паутинный клещ у вас завелся, не паникуйте. Также можно опрыскивать растения водой, но чаще. Паутинный клещ боится влажности. Больше я не замечал никаких водителей практически на франжепане. И поэтому я считаю, что это растение, как бы сказать, не такое требовательное к постоянному осмотру. Если только оно цветет, и вы подходите и восхищаетесь его прекрасными цветами. Из заключений я бы хотел добавить, чтобы вы не боялись выращивать это растение. Потому что оно всегда будет ретро с пышным цветением, восхитительным ароматом, украсит любое помещение. Не бойтесь, выращивайтесь. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующего видео. Всем спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова